Всем привет! С вами Грязотли, уроки по OpenGL. В сегодняшнем видео мы сравним с вами две функции, устанавливающие проекционную матрицу. Это GLF-Rustrum и GLP-Perspective. Изначально вам могло показаться, что GLP-Perspective имеет какую-то непонятную структуру. Трудно подобрать к нему операнды, но это не так. Все же я считаю, что GLP-Perspective является лучшей заменой GF-Rustrum. Для примера я возьму код из 11-го урока. Только мы не будем рисовать такую сложную систему, и поверхную глубины у нас не будет. А нарисуем мы с вами GLUT-WIRE-TUBE. Кубик, который обозначен на линии, не сплошный кубик. Кубик, величина, например, 20. Так. 20. И... Если мы сейчас запустим, мы не увидим, собственно, ничего. Потому что кубик рисуется у нас, мы знаем, в точке 0, 0, 0, но мы находимся в этой точке. Поэтому после GLMatrixModelView мы передвинем матрицу GTranslateF по оси Z на примерно 50. Глянем. Вот кубик. Так, давайте еще чуть-чуть поближе. У меня 40. Так, кубик. Мы видим, что кубик присуща проекция. Кубика есть проекция. Направлена она вдаль. Мы смотрим на ось минус Z. Теперь попробуем заменить наш Глупперспектив на эквивалентный ему, почти эквивалентный, ZellFrustum. ZellFrustum. Итак, IntelliSense нам подсказывает, что должно принимать 6 аргументов. В принципе, название аргументов и их тип похож на джель Оса, только устанавливается здесь проекция. Перспективная проекция. Что ж, давайте попробуем с ходу придумать какой-нибудь код. Итак, допустим, от минус 200 до 200. Я беру по ширине экрана. Bottom, это у нас внизу, тоже минус 200, топ, наверху 200. The Near, ближайшая, будет 1. И 400. Аналогично, как у G-Perspective, потому что оба значения The Near и The Far должны быть положительными значениями. Итак, глянем. Да, явно мы что-то напортачили, потому что кубиков как такового не видно. Мы с вами взяли координаты, размеры нижней части усеченной пирамиды. Как вы помните, проекция глуп Проспектив представляет собой усеченную пирамиду. Теперь попробуем взять верхнюю часть. Размеры верхней части. То есть, будет от минус 1 до 1. От лево до право. Снизу вверх будет тоже от минус 1 до 1. Остальное все так же. Вот, пожалуйста. Мы получили с вами точно такой же кубик. Если мы закомментируем с Рустом и раз комментируем перспектив, посмотрим. Точно такой же результат. Но Гру Проспектив намного удобнее в некоторых случаях. Например, мы можем одним нажатием кнопки сдать меньший объем. Например, вместо 90 могу взять 40. Возьмем... Будем видеть меньше, но зато кубик у нас будет больше. А с Джей Фрустом нас придется изменять для этого целых 4 ардумента. Вот эти. Затем я могу взять разное соотношение длины и высоты. Ширины и высоты экрана. Например, 3. И мы увидим, OpenGL отлично справляется с моими прихотями. В случае Джей Фрустом нам тоже придется изменять целых 4 ардумента. Поэтому Гру Проспектив намного удобнее. Но он также обладает одним небольшим недостатком. Он у глаз наблюдателя находится все время в точке 0,0,0. Но это легко исправимо. И мы это исправим с вами в следующих частях. С вами был Горизот. Подписывайтесь на мой канал. Ждите моих новых обучающих видео. Я думаю, он научил вас отличать Джей Фрустом от Джей Фрустом от Гру Проспектив. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok